Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Локтёнов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. И сегодня я хотел бы осветить такую тему, как можно ли рожать после абдоминопластики и кормить грудью после увеличения молочных желез. Также хочу вам напомнить, что по ссылочке, прикреплённой к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. В первую очередь мне, конечно, хочется сказать, что если вы планируете беременность в ранние сроки после эстетической операции, я имею в виду год-полтора после операции, то я, конечно же, всем советую, и всегда это говорю на своих консультациях, что лучше родить ребёнка, а в последующем уже планировать эстетическую операцию, поскольку сам процесс беременности, родов, он изменит и форму живота, и форму груди, что в последующем может потребовать дополнительной коррекции. И я считаю, что в этом случае перед беременностью выполнять эстетическую операцию не совсем рационально. Если же беременность не входит в ваши ближайшие планы, и вы планируете родить ребёнка через 5-6 и более лет, после проведённой эстетической операции, то, конечно же, вы можете смело её делать. Что будет потом, я вам сейчас расскажу. И первый вопрос, который, кстати, достаточно часто задают мне на консультациях, можно ли рожать после выполненной операции абдоминопластика? Потому что, как вы все, наверное, знаете, что во время абдоминопластики происходит ушивание, так называемый, диастаза прямых мышц живота, и это всегда настораживает пациентов, не будет ли это причиной того, что мы не сможем нормально родить или выносить ребёнка, вдруг там живот не растянется или диастаз порвётся. Ну, мне хочется развеять все ваши страхи. Вы должны понимать, что между прямыми мышцами живота, во-первых, формируется достаточно плотный рубец, который держит эти края, не давая им расходиться. Второе, что во время беременности у женщины вырабатываются специальные гормоны, которые позволяют сделать эластичными все ткани, включая мышечные, кожные, костные. Это, конечно же, способствует тому, что ваши ткани растянутся в том необходимом количестве, которое потребует для роста ребёнка. Поэтому бояться ничего не надо, никаких изменений в животе вашем не произошло в результате абдоминопластики, что могло бы вам повредить, либо не дать возможность выносить и родить здорового ребёнка. Если рассматривать второй вопрос, то есть, возможно ли кормить грудью после увеличивающей мамопластики, ну, здесь, опять же, надо рассматривать всё достаточно индивидуально. Первое – это, каким способом были установлены имплантаты. При установке имплантатов через подгрудный доступ, через подмышечный доступ, да и часто через доступ через ареолу, ни молочная железа, ни млечные протоки практически не повреждаются, что, конечно же, даёт практически стопроцентную гарантию того, что у вас молоко образуется, и вы достаточно нормально сможете кормить в послеродовом периоде. Если же помимо просто увеличивающей мамопластики была выполнена определённая подтяжка, и в результате которой всё-таки были повреждены млечные протоки, либо часть молочной железы, то здесь надо ориентироваться на ваши ощущения во время начала кормления. Потому что если вы поймёте, что у вас возникают какие-то проблемы, лактостаз, либо воспалительные изменения в молочных железах, то тогда, конечно, стоит обратиться к врачу, и, возможно, придётся прекратить грудное вскармливание. Но ещё раз хочу сказать, это всё индивидуально, и основное понимание возникает уже в процессе кормления грудью. Но, по моему опыту, большой процент девушек, женщин, которым была произведена пластическая операция с целью увеличения молочной железы, достаточно нормально кормили в послеродовом периоде без всяких проблем. Сегодня мы осветили с вами тему, возможно ли беременеть после обдоминопластики, либо кормить грудью после увеличения молочных желез. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, я на них обязательно отвечу. Ну и, конечно же, ещё раз напоминаю, что, пройдя по ссылочке, прикреплённой к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Всем здоровья, счастья! Увидимся в следующих сериях. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!